целевое путешествие. Кстати, о Владикавказе. Город расположен на Северном Кавказе, по обоим берегам реки Тирик, в 30 километрах от Дарьяльского ущелья, в начале военно-грузинской дороги. Крепость была построена русскими в 1784 году. Название Владикавказ было дано графом Потемкиным. В 1860 году крепость получила статус города и стала административным центром, созданной чуть позже Тирской области. Здесь же размещалась канцелярия наказного атамана Тирского казачьего войска. С появлением железной дороги важность Владикавказа еще больше возросла. Но помимо развития промышленности и торговли, город стал культурным и интеллектуальным центром, цивилизатором и рассадником гражданственности на Северном Кавказе. Владикавказ означает владеть Кавказом. Так кто сегодня владеет Кавказом? В Северной Осетии проживает около 700 тысяч человек. Из них примерно 100 тысяч русские, остальные осетины, армяне, азербайджанцы, немножко грузин, евреев, поляков, немцев, татар, таджиков, узбеков. Всего около 100 национальностей. Интересная подробность. Осетины называют Владикавказ Цао-Джикао, как бы отчеркивая, что осетинское поселение Цаук, близ которого возникла крепость, имеет непосредственное отношение к возникновению города. Однако, на самом деле в поселении располагался русский военный форпост, называвшийся Капкай. Это и есть подмена истории, с чем нам предстоит встретиться еще не один раз.